Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Эту таблицу вы уже неоднократно видели на нашем канале. Это таблица четкой систематизации уровней мыслительной деятельности человека. Мышление это всегда процесс, это всегда волна. И соответственно существуют четко определенные уровни этого самого мышления. Это наглядно образное, наглядно действенное, понедельное, абстрактно метафорическое и формальное бессодержательное. Так мы с вами мыслим во сне, так мыслят олигофрены уровня имбецильности или диетии. Так мыслят люди не очень далекие, не очень умные, милиционеры, пожарные, я не знаю, дворники, кто угодно. Олигофрены уровня дебильности. И соответственно нормальный понедельный уровень мышления. То есть мы определяем окружающие понятиями, категориального или видового вида, свойства. И соответственно абстрактно метафорическое мышление. Это более высокий уровень мышления, нежели в среднем для народа. Это выходцы из народа. Люди, которые мыслят на уровне мышления, абстракции каких-то метафор и так далее. Высокая норма, вот здесь у меня указана. И соответственно существует опять же искажение процессов обобщения по заигарник. Это формальное бессодержательное мышление, свойственное при шизофрении и МДП. Норма вот у нас. Это атрибутивные ассоциации. Стол и стул это мебель. А вот здесь, если сниженные уровни обобщения, то стол и стул это то, на чем сидят. Здесь в данном случае стол и стул вообще человек, в принципе, ребенок, то есть имбецил, идиот. Он не может дать какое-то определение этому явлению столу и столу. А здесь все более-менее понятно. Здесь будет рассуждение на уровне стол и стул. Нечто необычное, какая-то фраза будет у шизофреника очень такая странная, чем-то обосновывающая. Тут трудно себе что-либо представить. Здесь же будет что-то более высокое, на каком-то метафорическом, абстрактном уровне. Высказано определение по такому явлению, как стол и стул. Но не об этом сейчас идет речь. Видео будет называться «Фильм притяжения». Буквально вчера я посмотрел этот самый фильм. И что я увидел. Здесь вот я такой вот слайд небольшой подготовил. Вечером посмотрел этот фильм. И с удивлением обнаружил, что это просто тихий ужас. Режиссер Федор Бондарчук. Попали в этот фильм Сергей Гармаш, Олег Меньшиков. Поистине это два великих, на мой взгляд, актера. На данный момент в современности российской. Фильм снят. Я вот боюсь перейти на какую-то эмоциональность. То есть фильм снят для идиотов. Фильм о идиотах и снят, по-моему, идиотами. Здесь вот режиссер этого фильма Федор Бондарчук. Но это слишком резко, наверное, сказано. Прошу меня простить. Речь идет о том, что в данном случае вот это произведение, если таковое можно так назвать, оно находится в целом на крайне низком, сниженном уровне интеллекта. Соответственно оно не достигает уровня понятийного. Или вот здесь, где прерывистая линия показана. Оно где-то, вот это произведение, вот на этом уровне. То есть сниженном уровне обобщения. Почему так произошло? Почему я так оценил? Значит, я посмотрел этот фильм очень внимательно. И обнаружил, к своему глубочайшему удивлению, что 80% диалогов в этом фильме находятся на крайне низком, наглядно действительном уровне. То есть преобладают глагольные формы. Ну, наверное, я рано об этом сказал. Надо сказать, что в фильме вообще нарушены раза 4 или 5. Я ловил себя на этой мысли, что нарушены причинно-следственные связи. И это свойственно, как правило, только на этом уровне, шизофреническом. Ну, или иногда соскальзывают, в общем-то, относительно здоровые люди, мыслящие на абстрактно-нетофорическом уровне. Они могут соскользнуть в какую-то неточность формирования, высказывания мыслей. То есть логика причинной связи не всегда присутствует в этом фильме. Это первое. Ну, и как я уже сказал, реально, если вы его посмотрите, 80%, и это, наверное, с натяжкой еще 80%, может быть, 90% или даже 95% диалогов в этом фильме, исключительно это бросается в глаза, когда ты работаешь с людьми. Каждый день к тебе заходят люди с низким наглядно действительным уровнем мышления. В кабинет ты с ними беседуешь, с олигофренами. У них слюнка капает и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, беседуя с людьми, ты четко понимаешь. К психиатру заходит пациент, и буквально от двери психиатру становится грустно, скучно, когда он видит очередного олигофрена. И, конечно, у них преобладают глагольные формы выражения мыслей. Пойти, взять, бросить, ударить, упасть и так далее, и так далее, и так далее. То есть, им с трудом доступно понятийное мышление. Они вряд ли определяют это каким-то понятийным уровнем, категориальным или видовым. Соответственно, и данный фильм, я повторюсь, просто меня это убивает под эгидой первого канала. Снимается фильм, долгое ожидание этого фильма, ждешь чего-то необычного. На самом деле, мы видим ярко выраженного психопата, какую-то инфантильную школьницу. В данном случае, актеры, молодые, главные герои этого фильма. Странное представление о человеческих взаимоотношениях, о любви, о правильном взаимодействии между людьми. Между, допустим, отцом, которого играет Олег Меншиков и его дочерью. Странная политическая какая-то ситуация. Вообще, фильм можно называть странным. И вот, просто эмоции меня переполняют. Я вот навел курсорчик на Федора Бондарчука. Он продюсер, режиссер этого фильма. Сначала собирался быть просто продюсером. Потом все-таки решил, что он сам будет снимать. Это провальный фильм. Очередной его провальный фильм. И, соответственно, мне страшно представить, что будет дальше с этим самым режиссером. То есть, это не режиссер. Это не звезда. Не звезда ни экрана. Не звезда продюсирования. Не звезда режиссуры. Значит, Гармаш, Меншиков, они тут вне конкуренции. Они великие актеры. Как тот, так и другой. И как они попали, прошу меня простить, в это говно. Мне трудно себе представить. Как они вообще дали согласие сниматься. Даже, прочтя, наверное, какой-то сценарий. Дали согласие сниматься в этом фильме. Соответственно, глагольные формы, низкий наглядно действенный уровень мышления, рассуждения главных актеров, главных действующих лиц этого фильма. Один стресс и одно негодование. Полный провал. Тихий ужас. Это снято идиотами. И, судя по всему, если этот режиссер идиот видит народ, взаимоотношения людей подобным образом. И, если это правда, я надеюсь, что это не так, то это и фильм для идиотов. Снят идиотами и смотрится идиотами. Ну, я слишком строг, наверное. Надо быть честным. Все-таки идиоты у нас находятся вот на этом уровне мышления. На наглядно-образном. Здесь все-таки дебильность. Отчасти, может быть, там имбецильность. В каких-то более-менее сохранных случаях. А я говорю об идиотизме. Но это уже, простите меня, непрофессионально, но эмоционально. С моей стороны, по-другому я сказать, ну, никак совсем не могу. Не о главных героях, не о режиссуре. Если говорить о каких-то спецэффектах, они просто ужасны. Они не соответствуют никакой реальной действительности. Это бред какой-то. Ну, ладно, бог с ними. Миллионные, значит, деньги, миллионные затраты. И вот такой фильм. Больше всего расстраивает. Вот Гармаш и Олег Меньшиков. Конечно, конечно, они просто вляпались. Вот вступили левой или правой ногой. Они вступили в это говно. И мне очень жаль, что так произошло. Но с точки зрения психологической, психологизируя этот фильм. Вот, собственно, то, что произошло. То и произошло. Благодарю вас за внимание. И удачи вам.